Привет, я Олеся Медведева, вы смотрите новый выпуск Ясно-понятно блога на канале Страна.юэй. Уже завтра заработает новая Верховная Рада Украины, деятельность созыва в которой большинство у партии Зеленского. Эта рада сформирует Кабмин, назначит чиновников и генпрокурора. То есть новый президент возьмет в свои руки всю власть в стране. И тогда он, собственно, и покажет, что он хочет со страной делать. Это все произойдет в течение уже ближайших нескольких дней, но уже есть утечки информации касательно назначения министров. И там, честно говоря, истории офигительные. Сам Порошенко, если бы победил на выборах, с удовольствием бы сформировал именно такой состав правительства. Если этих людей действительно утвердят на этих позициях, то понятно, по крайней мере, что по вопросам экономическим, по вопросам медицинской реформы мы будем идти все тем же курсом. Порошенко форево. Почему? Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Премьер-министром Украины, скорее всего, станет Алексей Гончарук. Касательно него мы записывали отдельный выпуск, ссылочку я оставлю в описании. Если не знаете, кто такой Алексей, обязательно посмотрите. Правда, Коломойский говорит, что все еще есть шансы у одного из руководителей нафтогаза Ветренко. Но пока большинство источников говорят, что будет именно Гончарук. И я о нем подробно уже рассказывала. Сразу после победы Зеленского Гончарук говорил о нем как о пустом месте и активно дякував, благодарил Порошенко. Гончарук до прихода в офис президента был руководителем грантовской структуры под названием BRDO – Офис эффективного регулирования. Она была создана, эта структура, за деньги западных грантодателей и была под крышей Министерства экономики. Именно там планировались многие реформы, которые потом продвигались правительствами Яценюка и Гройсмана. А сам Гончарук был помощником у первого вице-премьера Степана Кубева, которого еще, кстати, назвали «смотрящим за кабмином» от Порошенко. То есть Гончарук, по сути, был соавтором того курса, которым шла наша страна последние годы. И что-то мне подсказывает, что она и дальше будет двигаться в этом направлении, если он станет премьером. Тем более с такой командой, которая войдет в правительство. Предполагается, что министром финансов остается Оксана Маркарова. И я уже тоже о ней подробно говорила в одном из своих блогов. Но если коротко, это такая креатура бывшего министра финансов Натальи Ярейска. Ну, той самой американки, которая согласовала реструктуризацию украинского долга таким образом, что чем больше наша экономика будет расти, тем больше нам придется платить кредиторам. Сейчас Маркарова строит схему по наращиванию пирамиды облигаций госзайма. Они размещаются под очень высокие проценты, из-за чего идет приток спекулятивной валюты в страну, и гривна укрепляется. Но если начнутся в украинской экономике или в мировой какие-то проблемы, то инвесторы тут же облигации продадут и гривну обвалят. Ну, то есть, как видите, ценный кадр. Так же, как и Тимофей Милованов, которого пророчат на министра экономики. И если он им действительно станет, то это будет просто феерия. Круче бы было, если бы на эту должность назначили Яценюка Гройсмана или там Гонтарева, вот да. Милованов это президент Киевской школы экономики, в которой, собственно, учились депутаты от «Слуги народа». И в последние годы он прославился тем, что абсолютно беспощадно защищал все реформы времен Порошенко. То есть, такой экономический мега-порохобот. После выборов Милованов признался, что голосовал за Порошенко и написал текст, в котором сказал, что он был одним из лучших президентов за всю историю страны. Ну а это, конечно же, все не счет, ведь Милованов свой человек для грантовских и западных структур. Поэтому с недавних пор он начал активно сближаться со «Слугами народа». И, как я уже говорила ранее, именно на базе его школы, Киевской школы экономики, и проходил поиск оленей. Ну не только он, но он в том числе в Трусковце. Похоже, кадр может возглавить и Министерство здравоохранения. Я о той ситуации немного уже рассказывала, что американцы давят на Зеленского, чтоб тот оставил Супрун. Зеленский не хочет, потому что фигура Супрун крайне токсична для его избирателей. Поэтому вроде как пришли к компромиссному варианту. Супрун уходит, но на ее место поставят ее же человека, Супрун в штанах. На эту должность сначала подобрали Олега Петренко, и он сейчас возглавляет надслужбу здоровья. И по сути распоряжается деньгами на реформу первички и программы «Доступни Лике». Его еще называют «Кассир Супрун». С не Ульяной они живут душа в душу. Что, собственно, неудивительно, ведь он был одним из соавторов ее медицинской реформы. Персонаж, как видите, он тоже одиозный, и по нашим данным он вряд ли будет министром. А на его место рассматривают уже иных кандидатов. Далее, Алену Бабак ставят на должность министра ЖКХ. Говорят, на эту позицию ее предложил лично Владимир Зеленский. Она, как и президент, родом из Кривого Рога. Так что, земеля. В прошлом созыве она была депутатом от самопомощи, и тоже денно и ношно работала с грантовскими структурами над реформой ЖКХ. Что происходило с коммуналкой в последние годы, мы все с вами хорошо помним и ощущаем каждый день. Дикий рост тарифов. Другие кандидатуры немного из другой песочницы, но тоже из прежней обоймы. Так министром энергетики может стать руководитель корпорации УкрЭнерго, Всеволод Ковальчук или же вышеупомянутый Ветренко. Оба этих кадра на данный момент близки к Коломойскому. Еще хотят объединить Министерство информационной политики, культуры, молодежи и спорта в одно. И поставить во главе него бородянского человека, который долгое время руководил медиахолдингом Пенчука Starlight Media. А вот новым министром инфраструктуры, а я напомню, это порты, железные дороги, трассы, огромное хозяйство, будет Владислав Крикли. И в Раду он попал по списку партии «Слуга народа». А до того работал при Авакове, руководителем главного сервисного центра МВД. То есть курировал вопросы, связанные с регистрацией автомобилей. То есть отношение к инфраструктуре он имеет весьма косвенное, хотя прямое отношение и достаточно близкое он имеет к Авакову, поэтому и получил эту должность. Сам Аваков имеет все шансы сохранить свой пост, либо получить какой-то другой. У Зе команды есть желание его убрать с этой ключевой должности, но очкуют. Аваков контролирует многие радикальные организации, поэтому на Банковой опасаются беспорядков. Да и Коломойский активно советует оставить его на этой должности. Поэтому У Зе сейчас обсуждают вариант, чтобы его все-таки убрать с поста главы МВД и дать ему какой-то другой церемониальный пост, ну там вице-премьера. Но не факт, что сам Аваков на это согласится. Повторюсь, это сейчас был предварительный расклад, и он может поменяться. Но основная логика в принципе понятна, она такая же, как и у Порошенко. Есть люди, которые входят в окружение Зеленского, а также близкие к нему олигархи. Самый близкий Коломойский, чуть подальше Пинчук и Аваков. Их цель сесть на потоки и возглавить схемы, которые были при Порошенко. Но при этом им нужно сохранять отношения с Западом, конечно, чтобы продолжалось финансирование и не было никаких жестких воспитательных мер по типу уголовных дел, ну или там ареста счетов, замораживания активов. Поэтому что делается? На ключевые должности в правительстве министрами назначают людей, ориентированных на Запад и МВФ. Так называемые реформаторы, которые осуществляют магистральные перемены, нужные Западу. Например, расчищают банковский сектор, вводят платную медицину, повышают тарифы, открывают рынок земли. А параллельно Коломойский, Аваков, Пинчук садятся на потоки, назначают своих людей на ключевые должности в госпредприятиях. И однозначно не случайно, как раз на Министерство энергетики и инфраструктуры хотят поставить своих людей. Потому что там порты, шахты, электростанции, деньги на ремонт дороги, точнее распил денег на ремонт дороги. А еще укрзалезницы и прочие ништяки, на которых пилится основное бабло. Кроме того, олигархат берет под свой контроль и комитеты в Раде, где будут готовиться законы и контролироваться работа министров. В Раде Коломойский, Аваков уже склеивают свою группу мажоритарщиков. Именно им и отойдут должности секретарей во многих комитетах. А секретари комитетов это важные люди, потому что в их руках оргпроцессы. И вот такой вот дуализм получается. С одной стороны реформы по рецептам МВФ и Запада, а с другой стороны дерибан между своими. Собственно, то же, что и было при Порошенко. Время от времени эти два направления входят друг с другом в противоречие. И тогда Запад начинает возмущаться по поводу коррупции. Но Петр Алексеевич с этим справлялся очень просто. Он напоминал, что мы ж не все это просто так делаем, а ради борьбы с российской агрессией. Аплодисменты. Потому в Вашингтоне и ЕС возмущались, возмущались распилом и дерибаном. А потом затихали и давали новый транш МВФ под обещание, что когда-нибудь, потом, все-таки коррупция будет поборена. Какой рецепт отмазок перед Западом придумает Презиленском, это мы еще посмотрим. Но не удивлюсь, если тоже о войне будут все время вспоминать. Тем более, что пока ее заканчивать особо никто не торопится. Коломойский вот недавно в интервью в очередной раз заявил, что особый статус Донбассу в Конституцию записывать никак нельзя. А как же предвыборные обещания мира, борьбы с коррупцией, борьбы с бедностью, спросите вы? Да похоже там же, где и аналогичные обещания Петра Порошенко в 2014 году. И знаете, хотелось бы закончить на какой-то оптимистичной ноте. И сказать, выше нос, друзья, еще не вечер, обязательно кто-то поприличнее в Кабмине будет. Или может за ночь что-то изменится и в Кабмине кого-то поменяют. Но даже у Коломойского оптимизма нет. Он предсказывает, что эту раду разгонят уже через год. Потому что большинство слуг народа изб***уются в конец и будут голосовать тупо за бабло. И тогда, если будут новые выборы Зеленскому и его команде, уже не удастся переложить вину за то, что было сделано. А точнее не сделано. И хотелось бы, чтобы они это помнили. Потому что год побанковать, чтобы потом уйти на свалку истории, это очень плохой конец карьеры для такого талантливого актерского коллектива. На этом у меня пока все. С вами была я, Алиса Медведева. Ясно-понятно блог на канале Страна Юэ. Я не пессимистка, а оптимистка. Ну это так, чтобы вы знали. Совсем скоро увидимся. А пока подписывайтесь, ставьте лайк и пишите свое мнение в комментариях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok